сейчас лег секунду у меня нос свистит сейчас прям хорошо дорогие друзья добрый вечер ваши интернет-приемники настроились на канал крысиное товарищество а именно на шоу британское товарищество что же это такое это еженедельная передача которые выходят которые выходят на канале крысиное товарищество верно да мир то должна выходить раз две недели но иногда сдерживается а иногда выходит чаще так тоже бывало с вами как и всегда бессменный ведущий канал крысиное товарищество я алёша и второй парень это дамир он где-то вот здесь наверное я сейчас я не знаю видно ли мои руки но он где-то здесь а дамир если ты покажешь направо наверх то ты покажешь на меня не в другую сторону наверное тогда что же такое британское товарищество британское товарищество это шоу про эмиграцию чудесного до мира в великобритании он рассказывает про особенности жизни в этой стране про то как он пытается обосноваться в лондоне но сегодняшний выпуск он будет тематическим потому что сегодня если вы не знали католическое рождество и поэтому до мир который перестанет лекаться на свою жену и подмигивать ей во время записи подготовил для нас рассказ про то как же отмечают рождество в великобритании да дамир все верно да все верно я кстати еще хотел сказать что под прошлым выпуском который вышел на канале под позапрошлом один из подписчиков написал на ютюбе что дамир можешь пожалуйста не курить так пафос на эту пукалку вот ты будешь учитывать от комментарии или ответить что-нибудь нашему постоянному подписчику не знаю что это не аргументированная критика но не знаю как как сказать когда у кого-то нет права типа требует в силу каких-то причин объективных а знаете у кого точно есть право требовать это у наших бустеров их 3 это даниила пулек арлан абрагимов и эти три чудесных парня могут попросить у нас по сути что угодно точнее два из них потому что одного недостаточный уровень донейшин слушай ну формально это не уровень но это нельзя назвать темой понимаешь что именно но наши бустеры они могут заказывать тему но заставить меня не курить электронную ко время записи это нельзя назвать темой подкаста мы можем назвать темой подкаста как это называется как называется когда мы тебе ультиматум все вместе поставим во время записи подкаста ты просто очень хитрый ты свои ультиматумы не ставишь голосованием и ставишь поэтому я проигрываю всегда короче бустер это люди которые донатить нам каждый месяц определенную сумму денег просто за то что мы делаем этот подкаст уже на протяжении более чем двух лет соответственно они за эти донейшины получают благодарность каждом выпуске мы им исполняем песни еще часть бустеров могут голосовать затем для спонсорского выпуска спонсорский выпуск выйдет в каком-то обозримом будущем мы уже закинули ребятам темы они эти темы выбрали и скоро будет спонсорский выпуск если вы являетесь одним из тех трех что и которых мы перечисляем и мы сообщили что спонсорский выпуск будет не переживайте все все у нас на карандаше все сделаем что еще стоит добавить да мир вообще чё как у тебя дела как настроение да какой-то сегодня чуть чуть это чуть смурной вообще у нас тут holiday eve должен быть и christmas spirit in our souls and minds а ты просто сидишь с кислой моськой ну я не знаю можно ли это говорить на записи но это у наших слушателей сейчас christmas а у нас по не вечер понедельника и до конца целой недели поэтому мы стараемся притвориться как будто у нас сегодня рождество через неделю будет еще одно но до мир что ты понимал для наших слушателей у меня каждый день рождество каждый на свой выпуск как рождество а ты немножко не дорабатываешь возможно наши бустер заходят из твоей зарплаты вычесть недоработки но ты тоже получишь меньше ты же знаешь мы обсудим с бустерами этого в нашем секретном чате без до мира так вот заканчивая тем бустеров я хочу исполнить песню на вот этом инструменте на этот раз это укулеле и одна из причин почему стоит подписываться на канал красивого товарища прямо сейчас заключается в том что в каждом выпуске мы исполняем мелодии на разных инструментах и вы никогда не знаете что это будет мелодии очень профессиональные подготовленные мной заранее написанные и исполнены и первый единственный раз в эфире нашего подкаста вы можете это послушать на любом из стриминговых сервисов яндекс музыка apple подкасты мы везде выходим также можете посмотреть это на ютюбе с картинкой мы специально подбираем какие-то костюмы какие-то прикольчики туда вставляем какие-то мемы рисуем и это все это все работает еще с картинкой и еще ко всему прочему что еще надо полный мир что я забыл добавить да все уже просто играть же есть на это уже все ждут ты как музыкант который опаздывает на час на концерт так это не опоздание это задуманная задержка чтобы люди это настроились чтобы они были все в предвкушении это но ты понимаешь что с концерта уйти намного сложнее чем из видео на ютубе возможно этого я не учу спасибо на мир что по начинаю воспринимая это как разогрев и пусть наши слушатели зрители тоже воспринимают это как разогрев любое шоу любое мероприятие оно не работает если оно тут же начинается с места в карьер и поэтому я как профессиональный артист который работает в жанре подкаста уже более двух лет я считаю что разогрев это необходимый минимум который уверенно выставлять ты уверен добиваешься чтобы у нас ни одного зрителя не осталось момента твоей игры на укулеле да мир я уверен что может быть и просто не подготовил песнем просто ты сейчас затягиваешь специально чтобы потом такой а нет песни но уже не так не увидел наши все выключили не не смей ставить под сомнение мою компетентность как артиста песню подготовила даже лучше чем все другие все предыдущие разы ого-го что вас ждет и да это разогрев это разогрев воспринимайте это как разогрев и если вам нравится вот это вот начало вступление вы напишите об этом обязательно в комментариях на ютюбе это важно еще важно чтобы комментарий был длиннее чем три слова потому что только такие комментарии позволяют нашим выпуском выпадать выше в рекомендациях и на нас подписываются больше людей и нам приятно и вам приятно не знаю каким образом вам приятно но нам уж точно приятно так вот композиция в честь даниила пулькарона ибрагимова исполненная на укуле ли композицию подготовить успел а укулеле настроить не успел но я надеюсь никто этого даже не заметил потому что вряд ли вряд ли нас слушают настолько много профессиональных музыкантов спали за с абсолютным слухом чтобы услышать что укулеле чуть-чуть расстроена все давай начинать я вижу что доберу же разогрет а значит мы переходим к нашему британскому товариществу поехали дорогой дамир в этом году ты пребываешь в необычном для себя состоянии а именно ты будешь праздновать католическое рождество ну и в целом рождество для тех кто живет не в россии или не знает в россии намного более популярным праздником является новый год но по крайней мере у нас семьи так я знаю не так уж много ортодоксальных католиков которые бы праздновали католическое рождество на хотя бы наравне с новым годом ну то есть это всегда что-то вот что-то что-то дополнительное что-то какой-то день который тебе приятно сходить в собор петра и павла на китай городе послушать орган но он как будто более более религиозный все-таки в россии как будто рождество на более про религию они просто ну как будто бы это больше про религию ты в целом про рождество говоря да я имею ввиду люди которые прям отмечают рождество в россии ну как будто более религиозные здесь кого-то рождество это стало более массовым праздником до правильно мейнстрим хорошо да ну то есть рождество она объединяет именно христианскую часть населения великобритании кстати по твоим рассказам насколько я понял в лондоне достаточно мультикультурное население достаточно большое количество арабов чернокожих и они скорее празднуют новый год или же они тоже празднуют рождество и это действительно стало больше светским праздником нежели религиозным слушай но я не знаю кто что празднует в плане как бы по этническим каким-то группам вот но в целом просто на уровне государственном и на уровне культурном здесь наверное все таки более главным считается праздник рождество но тут смотри как именно рождество 25 декабря это такой семейный новогодний праздник с 25 на 26 для тех кто не знает не слышал рождество католическое в ночь 25 на 26 до и люди собираются именно семьей а новый год это больше где ты тусуешься с друзьями где-то типа там отдыхаешь идешь какую-нибудь вечеринку вот и поэтому у нас как бы новый год считается семейным праздником как тебе кажется до 100 процентов но это мне кажется в принципе в это а рождество это народ пошло эта фраза рождество это как бонус но я не могу сказать что в рождество рождество это с друзьями наоборот то есть у нас но но при этом у нас рождество тоже подпадает под праздники это единые большие праздничные дни для всей страны национальные праздники может немножко рассказать подробнее как это происходит в великобритании какие дни какое количество выходных дней ну да смотри в этом году получается что что рождество и новый год выпадают на субботу и воскресенье то есть рождество к новый год рождество будет с субботы на воскресенье и новый год с субботы на воскресенье поэтому официально здесь праздники получается суббота воскресенье понедельник вторник 25 26 27 28 и средня всего да и 31 31 31 1 2 но довольно много компаний зависит конечно от бизнеса но многие компании они отпускают сотрудников на всю неделю с 25 декабря и многие люди берут отпуска иногда и заранее еще там с 23 с 20 с 20 числа потому что это по 3 по 2 января получается они выходят на работу прям сразу 2 января да ну если прям вот так вот сравнивать то у нас это первая неделя января а у них это последняя неделя декабря а за обычно вот такая праздник что они заканчивают праздники в новый год а мы начинаем в новый год и получается заканчиваем оля в рождество из-за вот этого смещения в неделю что у них рождество неделю раньше у нас неделю позже из-за этого вот эта разница ну да в этом году кстати из-за таких выходных в россии будут короткие праздники но по сравнению с тем какие они были обычно по моему 8 числа уже вы уходите на работу если не ошибаюсь нет по моему стандартные 9 дней получаются из 8 понедельник поэтому мне кажется 8 9 это понедельник да ну значит 9 но обычно бывало я помню что и 10 бывал выходной но там зависит от того на какие дни выпадают выходные в этом году выходные выпадают на 7 8 поэтому с 9 официально начинаются рабочие дни в россии по официальному производственному календарю утвержденным так вот поскольку дней примерно столько же насколько я понимаю просто они получаются разбиты по частям как там делится само празднование то есть там празднуют сочельник от получается 25 26 с утра рождество это получается и празднуют все в ночь 25 26 как раз вот эту застолье происходит так далее нет рождество отмечают с 24 на 25 но получается если сравнивали к это 24 до есть сравнить с новым годом то 24 до 31 января а 1 января это 25 ну то есть получается в пятницу 24 получается в пятницу 24 все уже будут готовиться это суббота подожди до 24 это суббота действительно прошу прощения запутался со всеми этими датами соответственно получается в день когда выйдет этот выпуск это будет сочельник это будет прямо рождество рождество католическое правильно это будет это будет день когда все как бы отмечают ну получается же все равно люди собираются вечером отмечают и как бы ложатся поздно и встречают вот этот праздничный день как бы в ночи как только он наступает ну как и с новым годом новый год мы встречаем считаю в ночи первые типы рождество великобритании она связана с каким походом в церковь они ходят в новогоднюю новогоднюю господи рождественскую ночь в церковь или 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 как или это просто именно светский праздник как у нас новый год по формату не знаю видишь ли ты сейчас мое лицо но просто я в недоумении потому что я понятия не имею вообще ходить или здесь люди в церковь я могу тебе рассказать зато другую историю я иногда про у меня недалеко от дома есть церковь на которой висят мотивирующие билборды которые мне очень нравится их иногда фотографирую там один раз были спортсмены и там можно их приложить мужик предложим к выпус да я поищу и послуживаю и там билборды на которых ну и как рекламные щиты которые на церкви и там вот на этих информативных досках что типа можно всю жизнь бежать за золотом но главное золото это то которое может дать тебе иисус такие штуки это католическая церковь да они периодически меняются меняют эти рекламы мне очень нравится потому что они прям но знаешь такие прям рекламные слоганы некоторые прям очень цепляют вот я к сожалению не знаю правда потому что у меня здесь как эти уже говорил как бы прям местных местных друзей нет получается у тебя больше степени такие иммигрантские ощущения да но все люди с которыми я общаюсь они все относятся к этому как ну мне кажется как новому году в у нас да ну то есть типа ничего ничего ну да это просто праздники это выходные как бы все дарят друг другу подарки время собраться нам с какими-то близкими людьми у там многие сейчас уезжают с в свои страны увидеться семьей поэтому ну скорее так вот у меня кстати каникулы в этом году получаются с 22 по 26 не спрашивайся ему просто мне что дали то и взял ну да у тебя такая ситуация с работой в сфере услуг тверя как это называется я правильно смысл лук до вовсе лук что у тебя ну как бы сложно находясь на таких позициях что-то выбирать и планировать но мне повезло потому что рождество и новый год упадают на выходные а я сразу договорился что по выходным не работаю поэтому у меня так или иначе даже если мне вообще не дали бы holidays у меня мы все равно рождество и новый год я бы не работал в эти дни да но я готов поспорить что ты это не продумывал заранее так раз случайно совпало вряд ли ты за пять месяцев пробил в какие даты будет рождество и новый год соответственно у меня вопрос вы с женой будете праздновать и рождество и новый год или как вы себе это планировали как вы договорились ну то есть понятно что тебе привычней ну и плюс исходя из людей которые которые у тебя остались здесь в россии в москве тебе логичнее праздновать именно новый год с учетом того еще тем более что это выпадает также на выходные ну потому что тебе все будут звонить в этом время тебя все будут поздравлять и тебе логично делать плюс-минус также но вы решили праздновать получается как праздновать все великобритании 24 25 или и или какой у вас план мы думаем что 24 25 мы скорее всего отметим вдвоем может быть с ним какой-нибудь коттедж я думал о том чтобы было бы прикольно если бы это было на берегу океана это звучит конечно пафосно что типа никогда не видел океана но скорее всего это просто будет такое же такая же вода но какой я уже видел на море не вот ну как будто бы океан то другое там будет холодно поэтому не для купания но мне кажется что это может быть просто знаешь как типа смена обстановки и какой-то более праздничное строение чем сидеть дома а именно новый год скорее всего будет не знаю если получится с отметить с кем-то может быть с кем-то если нет то может быть типа в городе или где-то не знаю пока про новый год у меня нет готового решения от знаешь там через две недели я знаю да но слушай просто у меня не так много людей с кем я мог бы встретить новый год поэтому если вдруг кто-то куда-то пригласит меня или машу может быть так получится вот но это вряд ли ведешь как вампир не ну просто правда веселиться только из меня пригласят большинство большинство всех этих людей кого ну как ты я их сказал которые типа из других стран они улетают просто к себе домой это да ну потому что у всех выходные но у меня нет у моих коллег но у машина коллег как бы там все все ее коллеги уже собирают вещи чтобы лететь домой с точки зрения внешнего окружения у вас там насколько я помню достаточно прохладно но при этом если снег или у вас бесснежное рождество и новый год слушай на прошлой неделе выпало немного снега это довольно редко типа для лондона но он уже расставил и сегодня было плюс 2 или плюс 3 вот не знаю может быть он еще выпадет до рождества может быть нет но погода нормальная или прям мерзкая ну слушай сейчас просто стало теплее но в целом мне очень приятно типа у слякоти нет типа ветер дождь ну ветер дождь да да не ну понятно что было слякой должен быть много снега я кстати видел что в москве сейчас выпало какое-то рекордное количество снега да вообще же сантиметров типа 40 наверх мне кажется на меня еще один и что уже который год в москве пишут что выпало рекордное количество снега и почему-то всегда пишут что типа побит рекорд впервые за 80 лет такое ощущение что 80 лет назад каждый год было все больше и больше снега и мы каждый новый год объем новый 80-летний рекорд да это потому что я сегодня опять же новость про то что типа побит рекорд 80-летней давности но я точно помню что я в прошлом году читал точно такой же пост слушай мне кажется люди которые пишут эти посты они такие когда последняя вбивать в интернете просто когда последний раз в москве выпадала 50 сантиметров снега и видят открывает первую ссылку гугла и такие рекорд побит ты думаешь это делали один и тот же год просто чтобы не говорить 81 или 79 просто говорят 80 чтобы было красивее кстати да такое такое тоже может быть окей значит дега нет но при этом как местные жители готовятся к празднованию рождества и нового года украшены ли улицы есть ли какие-нибудь вот эти вот безумные фонарики которые везде висят на фонарях и так далее и тому подобное какие-нибудь огромные елочные игрушки подсвеченные да слушай я специально съездил в центр прошлые выходные чтобы пофотографировать что-нибудь для для наших зрителей чтобы показать вот в целом ну вы сейчас наверное видите где-то слева от меня ли сверху эти картинки я не могу сказать что все эти украшения ну сильно более впечатляющие чем москве плюс минус центр города украшен красиво и украшен примерно также вот наверное я думаю если бы я добрался до какого-нибудь богатого района то скорее всего там бы вот эти него небольшие дома тоже были бы очень прикольно украшены каждый сам по себе просто я живу в эмигрантском районе где все снимают как правило квартиры в этих домах никто не украшает я ну просто не так много данные кошки бегут до не так много домов которые украшены ну то есть есть украшенные дома но нет такого знать что идешь по улице как в американском кино и каждый дом типа украшены и все горит как бы на моей улице на справедливости ради ты не в америке в англии до справедливости ради но мне кажется что если найти место где больше именно владельцев домов где люди живут где-то их собственность то скорее всего там больше украшений ну потому что когда ты снимаешь дом еще с пятью людьми ну как бы не знаю как будто бы люди реже украшают вот но зато есть я побывал в новогоднем в рождественском столботворении потому что в этот день в субботу когда я приехал в центр было просто какое-то невероятное количество людей в центре просто не протолкнуться было на улице и когда я захотел поехать домой мне пришлось пройти два метро потому что два метро были закрыты потому что метро был из-за места для станции да да потому что метро было битком и они просто закрывали входы чтобы урегулировать количество людей в метро ну прямо какой-то новогодний рождественский коллапс я смысле это вообще и так можно они просто закрыли двери в метро на нескольких станциях в центре чтобы люди туда не попали ну да ты подходишь к входу в метро а там как бы написано нет входа извините смысле они просто реально закрыли две станции чтобы люди туда одни от ну ты говорил что британское метро и лондонская она супер маленькая но с точки зрения там коридоров и всего такого и реально было настолько много людей что просто ну да просто я не фотографировал это ну слушай мне фотографировать закрытый вход как бы смысла не было я не оказался в самой гуще событий вот маша которые как раз ждал в этот день в центре она приехала из такого метро которые закрывали а то есть на прям попала да она говорит что там просто невероятное количество людей ты можешь попасть в третий четвертый поезд ты просто типа с перехода из метро с этих с эскалаторов сразу встаешь в очередь еще ее поезд по дороге встал в вагоне и там выключился свет и короче выглядит что да в поезде выключился свет кайф я просто не помню можете просто давно на метро не ездил на самое давно такого не случалось слушай я просто думаю что в россии в москве я конкретно метро она как будто бы больше приспособлена для экстренных ситуаций ну знаешь после более широкий коридора более широкие коридоры более широкие станции поезда реже как-то выходят из строя или реже случаются какие-то забастовки какие-то еще штуки ну нет в москве конечно тоже можно попасть в часть пик и толкаться в переходе я видел как люди там стоят в очереди на улице чтобы зайти там на какую-нибудь бауманской например потому что там очень узкие входы но такого чтобы типа закрыли метро потому что слишком много людей в центре выходной или что ты где-нибудь застрял в переходе и не можешь выбраться и такого не надо ну да вот поэтому тем более не знаю как будто выходные наоборот не знаю людей меньше что ли слушай еще интересный вопрос по поводу того ну наверное его логично будет задать после рождества насколько мне интересно стреляют там салюты и фейерверки на то есть мне кажется мне интересно сколько это распространено в великобритании мне интересно насколько это будет распространено в рождество и новый год потому что фейерверки начали взрывать еще с начала декабря я не задал вас тоже взрывая не знаю я тоже был удивлен я не знаю кто эти люди и что они отмечают типа там 2 декабря или в конце ноября но это достаточно часто происходит будет интересно посмотреть что будет рождество и новый год потому что москве действительно если ты проснулся после месячной комы у себя дома 1 января там в час ночи ощущение как будто бы происходит случилась война ты не знал потому что за окном все взрывается просто без остановки и кстати справедливости ради хочешь сказать что в том году было какое-то уникальное маленькое количество этих этих фейерверков слушай мне кажется зависть как-то не запомнил не заставил зависит от места но в москве правда мне кажется вот с 9 из 89 часов ну да я каждого 20 30 минут все время кто-то взрывает салют и ты если его не видишь ты как минимума слышишь да это просто а в самому новогоднюю ночь так это просто жесть когда все уже выходит кто-то хочет пораньше кто-то хочет попозже ну это прикольно это атмосферно но это прям многих раздражает люди которые с собаками например они очень напрягаются в это время тоже собаки арут правда люди с детьми в это время тоже очень напрягается того что но дети когда они постарше им норму если маленькие дети они прямо в напряге из того что это все взрывается это может может быть неприятно но я фейерверки очень люблю особенно прямо из вот этого окна которая часть наших зрителей на ютюбе начали зрители наши на ютюбе а слушатели это вряд ли могут видеть зрители на ютюбе это могут видеть из этого окна прекрасно видно у меня 16 этаж и окна выходят во двор и прям с детской площадки в новогоднюю ночь пускают часто салюты и они взрываются как раз на фоне начни салют прошу прощения фейерверки они взрывают как раз на фоне прямо 16 этажа очень красиво очень классно прикольно это видно а в чем разница между салютом и фейерверком салют это выстрел холостыми патронами когда военные стреляют во время парада это называется салют а фейерверк это вот именно фейерверк это вообще военные приветствия выстрел холостыми холостыми патронами воздух это что может делать на назывательный контент до мир про новый год я думаю поговорим в выпуске про новый год час мы говорим про рождество ну ты скорее всего никак не будешь отмечать рождество я предполагаю католическое нет обычная наверное буду праздновать день рождения потому что для тех кто не знал мне день рождения 6 января это за день до рождества и поэтому у меня у меня есть часть православных друзей которые всегда пропускают мой день рождения из-за того что они идут в храм это прям это серьезная проблема не то что они православные то что не пропускают мой день рождения в том что они православные нет вообще никакой проблемы короче дамир если тебе есть еще рассказать что-то расскажи ну что тебе рассказать про жительство приближается даже до слова ну действительно не знаю как твое рождественское настроение потому что у нас все спрашивают о новогоднее настроение а то есть тебе будет меня спросить прожди слушай но в целом ощущается что что-то происходит потому что все все ну как бы все закрывается чуть раньше и даже это чувство суеты появилась уже да да и даже потому что метро блин закрывают и все такое да даже моё кафе закрывается и раньше поэтому я теперь могу записаться с тобой в понедельник с разницей в три часа вот поэтому как бы люди всех в москве а знаешь меня особенно порадовала ну как порадовал у меня очень смешанные чувства это вызвало где-то неделю назад около некоторых магазинов стали появляться люди как правило это чернокожие парни и девушки которые в костюмах типа но и не могу сказать что это костюм деда мороза но типа в новогодней шапке вот в этой в какой-то красной штуке танцуют и поют ну это знаешь как типа привлекают посетителей вот и с одной стороны это они не в костюмах эльфов случайно нет ну там такие костюмы очень условные просто чтобы было понятно что это типа к новому году рождественская тематика и с одной стороны это должно вызывать код новогоднее настроение но с другой стороны когда думаю о том как вот ты как как это работает типа на такой работе на улице странном наряде просто петь и плясать целый день чтобы но не просто выразить себя а чтобы привлечь кого-то в какой-то магазин но я может быть если успею до выхода этого выпуска я сфотографирую у нас появятся фотографии но если не успеют они появятся я думал просто сказать друзья пишите в комментариях если хотите чтобы дамир попробовал и эту работу тоже у вас осталось не совсем чуть-чуть времени потому что этот период в году когда он может поработать буквально я не уверен я не уверен что я к такому готов пишите в комментариях если дамир дамир обязан устроиться эту должность что-то начинается что-то чувствуется прикольно что появляются люди на улицах и вот это вот предрождественская суета которая ведет к ясному празднику и я надеюсь дамир что этот праздник станет тебя особенным несмотря на то что это не новый год рождество и не твое привычное православное рождество а католическое которому то и отношения не имеешь вообще вот но классно что ты попал в это время можешь прочувствовать эту атмосферу мне кажется это круто я кстати не спросил про блюдо чего вы будете готовить там у вас есть какое-то special special слушанию как я уже сказал мы планируем куда-нибудь поехать поэтому насчет блюд пока что я тебе не могу ответить но я вообще не уверен будем ли мы там готовить я не знаю пока потому что мы не выбрали место вот насколько будете есть может быть получится я расскажу тебе в новогоднем выпуске если мы будем записывать его после рожала 5 а сейчас что хочу тебе пожелать до мир чтобы сегодня когда ты празднуешь этот чудесный праздник со своей женой и возможно ты наберешь кому-то из своих близких еще с кем-то из своих близких чтобы этот праздник наполнил тебя этой чудесной атмосферы рождества и впоследствии нового года и подарил действительно невероятные классные эмоции которые ты потом сравнишь с другими какими-то эмоциями поймешь что или действительно классные праздничные и новогодние или рождественские очень сложная поймал себя на мысли очень сложно говорить рождество вместо нового года потому что у нас вот этот вот образ но у меня по крайней мере в голове напрямую связан с новым годом и мне очень сложно говорить что это типа рождество рождественская атмосфера рождественское настроение потому что это все именно но для меня новогодние вот так у нас прошел очередной выпуск рождественский спецвыпуск и первый спецвыпуск в истории шоу британское товарищество дамир поделился своими ощущениями от предстоящего рождества в великобритании в лондоне спасибо тебе еще раз поздравляю с этим чудесным праздником привет твоей жене маши поздравление ей в этот чудесный день когда когда выйдет наш выпуск и скорее всего будешь где-то отдыхать возможно берегу океана и открывать подарки или наоборот заворачивать подарки потому что это 2 и 24 открывать подарки по идее будешь 25 в общем не суть надеюсь наши зрители также зарядились этой чудесной атмосферой у нас такой небольшой но по отношению к российской культуре фальстарт с новогодним рождественским настроением но на этой точнее на будущей неделе вас ждет еще несколько сюрпризов а именно спонсорский выпуск у нас выйдет первый который мы постараемся тоже для вас кое-что интересное подготовить и потом в последний день 2022 года у нас выйдет настоящий новогодний спецвыпуск в котором мы тоже вам что-нибудь да подготовим прикольно интересное классное всех наших католических да и не только католических зрителей и слушателей с наступающим рождеством чудесных чудесных праздников отдыхайте любите друг друга и дарите друг другу только хорошие эмоции прекрасные улыбки а до мира с тебе что-то добавить добавь конечно же до присоединяюсь подписываюсь под каждым словом как говорится отдельно хочу поздравить наших бустеров это даниил поле карлан абрагимов спасибо парни что поддерживайте нас а если кто-то из наших слушателей хочет сделать подарок подкасту крысиное товарищество вы уже знаете что в описании каждого выпуска есть ссылка на бусте куда можете зайти и задонатить нам немножко денег подписаться на месячную подписку это совсем недорого а для нас будет классный подарок на рождество или на новый год как вы хотите как вам нравится можете на 7 января можете на 6 января у лёши день рождения 6 января можно приводить сюда к этому дню вы можете выбрать любую дату вот и любую подписку как я очень коммерческий закончил этот выпуск надо меры одушевляющих слов сказала я просто я думал что ты скажешь что-то от всей души от всего сердца но видимо у тебя на душе у меня нет сердца не до мир до мир после того как я скажу что с вами были бессменные ведущие канал крысиное товарищество лысый парень и парень футбол крысиное товарищество потому что слишком много слова товарищество вот в этой вот реплики нужно как-то это чуть разводить по тексту слишком много слов в этом выпуске папа дальше друг от друга но слушаю хронометраж вполне нормальный живой как раз под британское товарищество мне кажется должно получиться отлично а всех еще раз праздниками да мир с праздниками меня с наступающими праздниками желаю себе персонально дожить последнюю неделю этого года скрипя сердца доработать и со спокойной чистой совестью уйти в новый предстоящий нам 2023 год а на этом всем пока и услышимся уже совсем скоро в новых выпусках на канале крысиное товарищество пока пока